У меня сегодня Total Black Look Футболка Со звёздными войнами Джинсы Чёрная рубашка Ну вот это у меня ушло Ровно три минуты На удивление было в переводчике Как тебе срез? Потрясающе, я всё скатала Мы это вырежем Не надо У тебя классные наклейки Только это меня и удержит Это подготовка к срезу Это аккорди ди Минск Это минские соглашения на итальянском Большего извращения мне кажется Я практически ничего не выучила И я просто написала всё вот сюда Потому что думала, что будет средств И вот здесь было И вот здесь И вот здесь И из-за того, что препод не пришёл Это всё бесполезно Ну зато ты повторила Теперь мы идём завтракать Все группы практически Кушать Как сказать Какой этаж это? Третий? Этот Отлично Пойдём А пара-то ещё идёт Пара ещё идёт Ну прекрасно В гости будут места Лер мне показывает Как у кого-то плывут Аня, явно не тебе Когда твою фамилию четвёртый год Не могут прочитать правильно Я просто не понимаю Почему люди не могут прочитать Нормально Анину фамилию Хотя она не Я не буду говорить Ещё с ума сошла И вот это Это настоящая дружба Когда у вас двоих Неправильно говорят фамилию И я третья периодически Я либо Карина Либо Ирина Либо Алина Ирина, Ирина Ты чё? А можно поменять структуру? А я второй хотела А это дальше А это дальше А это дальше Чтобы это был не единственный параметр По которому тебя зачислили Только потому что Ты отвечаешься от дела пожилого населения Ты должен ещё экзамены сдать Попробовать, да Such an automatic practice Was considered illegal Four conservative judges Who advocated A complete abolition Of racial preferences Found themselves in a minority That's right Сегодня в универе Специально сходила Распечатать домашнее задание Обычно я этого не делаю Потому что мы его проверяем Устно Но почему-то сейчас мне показалось Что будем сдавать И что вы думаете? Мы опять его проверяли устно Я думаю вы видели уже кадры Которые я вставила С нашей пары И это так обидно Потому что Ну типа я не знаю Я не люблю тратить листы На домашнее задание Которые мы не сдаём Я вообще не люблю штуки печатать Потому что ну Столько бумаги тратится И я стараюсь избежать этого Тем более я практически Каждый день с ноутбуком Он у меня всегда Стоит на паре На столе Я могу с него читать И показать преподавательнице Что типа да Это моя работа Это не чьё-то другое Плюс нас обычно спрашивают По нескольку вариантов От каждого человека Для выявления чё-то среднего Более или менее приемлемого В плане перевода Я хотела сегодня пойти в зал Но мне кажется Мы с вами пойдём в него Как-нибудь в следующем влоге Понятное дело Я пойду в него раньше Чем вы это увидите Но сам факт Я вот только пришла домой Сейчас 6 вечера И чё-то как-то сил вообще никаких Поэтому я наверное Почитаю книгу Полежу Посмотрю Видосы на ютюбе И какие-нибудь сериальчики И конечно же Я выпью пару кружек кофе Потому что дома Можно пить сколько угодно Сколько ты хочешь Я не знаю Что у меня сегодня с волосами Они не хотят взаимодействовать Какими бы чистыми они ни были Поэтому вот оно будет лежать Сегодня как-то так Я сейчас села за домашнее задание У меня здесь на столе Обычно стоит косметика Потому что я крашусь Вот прям за этим столом И я хочу Рекомендовать вам Две очень классные штуки Что-то упало только что Первое Это тональный крем От Dior Это Dior Nude Air Мне сказали Что его сняли с производства И сейчас распродают последнее Поэтому если вы хотели тоналку И хотели ее купить по скидке И от хорошей фирмы Вот как бы Вот эту возьмите Она очень легкая Я наношу ее не на все лицо И ее не видно У меня пунктик Я не могу Когда нам не видно косметику Какой-нибудь тональный крем Не знаю Консилер Корректор Я терпеть не могу Этот тональник Вообще не видно Искала тональный крем Подходящий Лет 5 Я уже от Тома Форда Не знаю До Джорджио Армании Вот этих всех дорогих брендов Смотрела Я смотрела самые простые Там Maybelline За 300-400 рублей Ничего не подходило Ни по покрытию Ни по цвету Вот этот подошел И его хватит мне надолго То, что вы сейчас видите У меня на лице Это белая подводка Которой раньше Практически нигде не было Сейчас она есть У L'Oreal Это тупо лучшее Что можно было найти И я очень рада Я в очередь покупаю Какую-то себе косметику Потому что Я пользуюсь тем Что у меня есть Мне этого хватает Вот эти две покупки Я счастлива Сегодня нам надо будет Сделать презентацию По любой теме Связанной с Америкой Обязательно Это должна быть Какая-то проблематика Это не фактология Типа Мы берем штат Или мы берем Не знаю Там какой-нибудь Географический объект И его описываем О нем рассказываем Нет Это должно быть Проблемное исследование Которое мы будем Представлять В течение 70 минут Я думаю Взять Юэн Скептицизм ООН Скептицизм Я просто придумала Систему Уже Она так хорошо Легла В общем В Америке Есть большой Рассказывать То есть нужно Разбираться В теме Поэтому я всегда Беру то Что мне близко Интересно И то В чем я шарю Вот Я делаю презентацию И потом Иногда Дома Один раз Прогоняю Иногда У меня Это импровизированная Вещь Случается На паре Иногда Я реально Готовлюсь Дома Вот сегодня Я просто Прогоню Эту презентацию Немножко Подумаю Что хочу сказать И в целом Все Итак Сегодня Я бы хотела Делать вам Оно Таким Нотом Американ УН Скептицием Как вы Видите Отлично Мы Будем Стоп На Северные Points Первое Американ Атитуде Товарь Фондацион УН И Роли В Просес Думаю Кто Депик Депик Думаю Я Белие Что Думаю Интерна Реласшип Студент Вы Думаю 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 Университет, что иногда называют «инадекват». Мы можем видеть комитет Бород Университет, и центральный персонаж — Антонио Гутеррис, который Секретарь-Генера Университет. И здесь, на праве, мы можем видеть Я не покупала книги уже, наверное, около года, потому что я не вижу смысла, они у меня стоят пылятся, я хочу прочитать то, что у меня есть дома, и только потом покупать что-то новое, либо покупать электронные версии, которые объективно мне удобнее. Но так случилось, что я пришла на маникюр на час раньше, и мне нужно было где-то скоротать время, и рядом была республика. Я, очевидно, захотела туда зайти, потратить время, посмотреть какие-то книжки без намерения покупать, но наткнулась на две, одну из которых я уже давно хотела купить или скачать, или еще что-то на руки не доходили, другую я взяла случайно, потому что я слышала словосочетание, которое написано на ее обложке, на паре в этот же день утром. Первое — это Saudi Inc. История о том, как Саудовская Аравия стала одним из самых влиятельных государств на геополитической карте мира. Я практически ее дочитала, невероятная книга. Я на самом деле не знаю, как она будет читаться людьми, которые не связаны с политикой экономической сферы, и мне кажется, тоже хорошо, при том, что есть моменты, которые меня немножко останавливали при прощении. То есть я читала и такая, так, давайте еще раз перечитаем предложение, я ничего не поняла. Очень крутая книга, безумно интересна, про становление Саудовской Аравии, мне очень нравится это государство, мне интересно изучать вообще культуру арабского мира, это безумно круто. Вот, я в восторге, я очень рекомендую ее, если захотите купить, это действительно классно. Она состоит из какой-то теоретической информации, там информации по сделкам компании, вот это вот все, и из более неформальных штук, из разряда анекдотов, каких-то историй, поэтому она не кажется такой сухой, что ли, аналитической. Я в это утро, точнее в утро того дня, была на паре по ядерке, по ядерному оружию, по вот этому всему, это моя пара официально в расписании, и там преподаватель говорил про кембриджскую пятерку, и я что-то сидела-сидела, вот кембриджская пятерка, разработка ядерного оружия, бла-бла-бла, захожу в магазин, а там книга, кембриджская пятерка, я про разведку знаю очень мало. Все, что в принципе я знаю, вот есть кембриджская пятерка, это разведчики, плюс еще там, знаете, вот эти все мемы проштируются. Я очень хочу узнать про это, это действительно большая часть нашей политики, была, есть и будет, и это очень интересно. Я пока не могу вам порекомендовать эту книгу, я ее еще не читала, но как только прочитаю, скажу вам, стоит она своих денег, ну и вообще стоит ли ее покупать. Мне кажется, это стоящее вложение, потому что тут есть и картинки, тут есть и всякие фактические блоки, и историческая часть, то есть она похожа на книгу, основанную на реальных событиях, на какой-то литературе. Посмотрим, что из этого выйдет. Я на этом буду с вами прощаться, и перед этим хочу спросить у вас, интересно ли вам было бы послушать мои советы по созданию каких-то презентаций и по ведению публичных выступлений, потому что за 4 года университета приходилось очень много делать презентаций и докладов, которые нужно было, знаете, не столько доносить до своих одногруппников, мы всегда в группе сидим и такие, типа, ну да, доклад, прикольно. Сколько доносить до своих преподавателей? Вот если вам интересно будет послушать, как я готовлю презентации по иностранным языкам и по другим предметам, обязательно об этом напишите, я, возможно, сделаю какое-то видео, либо в следующем таком учебном влоге поделюсь своими какими-то маленькими советами. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть этот полуучебный, полудомашний влог. Я попытаюсь снимать их побольше, потому что мне самой нравится через время пересматривать то, как мы жили вообще с моими одногруппниками все это время, а тем более сейчас четвертый курс, через полгода мы выпустимся и друг друга забудем раз и навсегда. Приятно просто иметь эти видео и иногда хотя бы пересматривать, вспоминать, что было. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что вот там внизу можно его оценить, где-то там внизу можно подписаться на канал, если вы видите меня впервые. Не забывайте регистрироваться на марафон, в котором мы будем говорить о Brexit, Трампе, Сирии, Каталонии. Очень классная вещь, я себя рекламирую. Я вам ссылку внизу оставлю, посчитайте, я не призываю вас, если вам интересно, я буду рада вас видеть среди той большой компании, которой мы будем обсуждать все вот эти вот важные насущные международные проблемы. Желаю вам отличного вечера или отличного дня или отличного утра, неважно, когда вы это смотрите. Я пошла доделывать все свои дела. Спасибо вам большое за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока!